Да ладно, не надо. Нет, нет, проходи. В имя Царя Симы и Святого Духа. Аминь. Приветствую всех вас. Мир вам. Сегодня будем мы рассуждать о Рождестве Христовом. Но вернемся в Ветхий Завет немного, когда Бог сотворил, сотворив небо и землю, и все, что на небе, и все, что на земле, и ангелы. И там было назначено определенное, что над всеми ангелами будет самый главный ангел, самый красивый. И случилось так. На небе первая произошла революция или война. В каком смысле? Ангел, возгордившись, этот самый главный, возгордившись, он решил быть выше Богом или таким, как Бог. И Бог не потерпел этого греха там на небе, не потерпел этой гордости. И архангелам Михаилам было дано указание, чтобы низвергнуть. И огненным мечом он низверг этого... Где моя бабушка? Она все это знает, мы с ним беседовали. Позови, пожалуйста. Низвергнут архангел Михаил, низверг с неба этого Госдва Христова. И падая на землю, и третья часть ангелов была несверждена за тех, кто поддерживал этого главного. И когда падая с неба, он увидел, насколько прекрасна земля и насколько прекрасен человек. А человек в раю был Адам и Ева в это время. И он пообещал погубить человека. Но ангел же не видел. И вот сейчас здесь вы верите, что... Он увидел, насколько прекрасна и решил погубить. И он, войдя в змея, и подошел к Еве. А что, какую заповедь дал в это время Господь Бог, Адаму и Еве? Пожалуйста, кто помнит? Пожалуйста. Не подходите к дереву и познание добра и зла. Есть, но уходы. И не есть, но уходы. Совершенно верно. И когда он подошел к Еве и говорит, А подлинно ли Бог сказал? Не ешьте от всех деревьев. И Ева вступила с ним в разговор. Нет, от всех деревьев можно есть, Но от дерева познание добра и зла нельзя вкушать, Потому что Бог сказал, Вкусишь, смертью умрешь. Не умрете. Но будете как боги, знающие добро и зло. И Ева доверилась. Поверила этой лжи. Посмотрела на дерево, как вожделенно сорвала этот плод и вкусила. И открыли все ее глаза. А на что? На греховной, конечно. Она дала Адаму. И Адам вкусил. И увидел, что они наги. Они вроде так ходили, как вот дети маленькие. Не зная греха, ничего. И увидели, и спрятался. А Бог с ним каждый день беседовали. Каждый раз проходили в этой прохладе. И беседовал с ними. А здесь говорит, Адам, где ты? Взывает. Адам говорит, Я спрятался, я увидел, что я нагрой спрятался. А как ты знаешь, что ты нагрой? Не ел ли ты от того дерева, которое я запретил тебе есть? Адам сказал, что Ева, которую ты мне дал, указание на Бога, ты мне дал Еву. Она мне дала, и я ел. И Бог проклинает Адама. Так, дальше кто будет? Пожалуйста, помни. Потом он спросил Еву, зачем она вольстила Адама и сама съела плод. Она сказала, что это змея ее вольстил. Он проклял и Еву, и змея, Бог. Так, Адама, и Еву, и змея. Но дал обещание, что... Какое обещание он дал им? Кто помнит? Пожалуйста. Что придет спаситель, который откроет дверь у врата, у врая. Так, он дал обещание, что ты будешь жалить питу. Так. Семя, которое произойдет. Он говорил о ком? О ком говорил? Об Иисусе Христе. Об Иисусе Христе. Совершенно правильно. Итак, с тех пор... И тогда что случилось? Адам и Ева лишились чего? Врая. Врая. Был измин. Итак, повторили маленечко, дальше идем. И вот стал размножаться народ. Первый народ, который согрешал, размножался. Что с ним было? С первых. Потоп. Вся земля. Кроме кого? Кроме Ноя и его семейства. И всех по паре животных, зверей и прочим. Так. И после Ноя снова стал размножаться народ. Быстро размножались. И опять согрешали. И только праведники, которые были. Но Богом было дано указание. Прошу прощения. У меня бумага и карандаш. Там не смогут. На небо никто не входил. Между землей и небом была как бы пропасть. И умирая люди. Они даже праведники и грешники шли куда? В преисподнюю. И праведник говорит. Умру и сойду в преисподнюю. Не было. Но они знали. Потому что передавали из рода в род. Что придет спаситель. И даст им. И освободит их. И от этого ада. И ждали год. Десять. Сто. Двести. Триста. Тысячу лет. И прошло. Помните какая цепь? Сколько тысяч лет прошло? Пять. Пять с половиной тысяч лет прошло. Пока явился на землю спаситель. Пять с половиной тысяч лет. Вот столько много людей ждали с года в год. И грешили. Но праведники, которые были, они тоже вместе с грешниками шли в ад. В огонь вечный. И вот наступил момент. Христос сколько лет на земле был? Когда родился Христос. Что? Тридцать три года. Тридцать три года. Совершенно правильно. И что совершило через тридцать три года? Когда вам скажи, что произошло? Так, ну-ка громче говорите. Распяли его на кресте. Распяли его на кресте. Так. Так, пожалуйста. Потом Иисус Христос воскрес, вознесся на небо. Хорошо. Значит, путь теперь на небо свободно. Все праведники, которые поверили во Христа и покаялись, они теперь свободно могли взойти куда? На небо. И вот этот крест явился между небом и землей, как бы мостом, по которому обратили внимание все на эту картину. Вот он, наш страдалец, наш спаситель. О, как над ним издевались, как заушали его, гвозди так жадно впевались в тело святое его. Есть такой стих. О, посмотри на Иисуса, низко он свистся креста, Весь я слезами зальюся, вспомнив о ранах Христа. Это мы все помним. И вот наступил долгожданный момент, когда люди, возрадовавшись, приняли Христа. Но все не приняли Христа. Что произошло? Давайте вернемся, вспомним. Что произошло после рождения Христа? Так, так, пожалуйста. Ирод повелел убить всех младенцев. А почему он повелел убить? Как это ему стало известно, что родился на землю царь? Причем знали волхвы, они наблюдали за звездами, и увиделся, и появилась ягодная, необычная звезда. Так. И они поняли, что, значит, в мире родился царь. И они пошли в Иудею, думая, что там. И когда они пришли к Хрируду, они спросили, где царь Иудейский. Он что-то смучился, как это царь? Я царь? И вдруг кто-то еще царь? Где родился? Ну-ка. И он позвал своих мудрецов, и они сказали, что нужно было родиться в Вифлееме. В Вифлееме указали даже где. Так. И волхвы пошли туда, а Ира-то сказал, что когда вы возвратитесь, и скажите мне, каким путем пришли, чтобы я тоже пришла по конец ему. Так, хорошо. Это что, он прям вот хорошо так правду говорил, да? Нет. Нет. Нет, конечно. С лукастом, с хитростью. Он был как хитрый, как все. Что дальше произошло? Дальше, когда родился Иисус, волхвы пришли к нему, преподнести ему дары. Но когда они собираются возвращаться обратно к Ироду, им явился ангел и сказал, что нельзя возвращаться, потому что Ирод хочет губить владельца. Так, хорошо. И они вернулись другой дорогой. Они другой дорогой пошли. Молодцы дети. Дальше. Дальше, после волхвов, что, пожалуйста. Я говорю, да, он сдал, и потом понял, что они не собирались идти к нему. И он решил, что убить всех младенцев к веками, надеясь, что сегодня нет, и окажется кто-то. Он решил, а младенец с Марией и Иосифом ушли в Египет. Им ангел сказал, чтобы они ушли, потому что Ирод хочет погубить младенца. А от какого возраста дети? И до какого возраста, пожалуйста? От трех лет и ниже. Так. От двух лет. От двух лет. Да, до двух лет. Ну, в основном. Ну, в общем, до трех лет. Кто им погубил? А помните цифру? Сколько же тысяч погубил он младенца? Не помните тысяч? Стрелочка. Да, мама подсказывает вот этой девочке. Она тоже, наверное, знает уже. 14 тысяч младенцев мальчика было загублено. И представьте себе, вот младенцы, вот они маленькие, вот такие вот, все крокотулечки. И напитано все их. И мамы какали, рыдали, плакали. Это страшное дело было. Но они мучениками зашли на небо, как ангелы. И там были со Христом, с Богом. И так дальше вспоминаем дети. Еще вспомним такой эпизод. Когда в Египте был младенец Иосифа Мария, то что? Когда уже все погубили, прошло какое-то время. Что им стало известно? И они так в Египте оставались? Нет. Им стало известно, что... Так, тебе уже две пятерки. Следующий, кто еще? Ну-ка вспоминает, пожалуйста. Им стало известно, что... Громче, громче. Ира Туна. И что на Христалле... Кто им сообщил? Ангел. Ангел прилетел, сообщил, что Ирод умер. И чтобы... И чтобы они возвращались в Ваудею. Так, хорошо. И куда они вернулись? В Назарет. В Назарет. Дальше. И в Назарете они пребывали в Гресельное Думе. Да? Ходили они в какой город ходили на поклонение Богу? Ну, только что больше всех просит, только помнит. А кто еще? Кто помнит еще? Ну-ка, малышка. Не помнишь, да? В Иерусалим. Так, пожалуйста, пожалуйста. В Иерусалим. В Иерусалим ходили. И когда он подрос, дети, до 12 лет, то что? Где он находился в это время? Они пришли в Иерусалим, в храм на поклонение. И что произошло? Вот этот эпизод еще вспомни. Ну-ка. Ну-ка, Ванечка, пожалуйста. Иисус отошел от своих родителей и пошел в храм. Он беседует с мудрецами. А родители, не заметив то, что он отсутствует, уже почти собрались уходить, но успели вернуться и найти его. И потом вернулись обратно. Вернулись. Посмотрели, что нет его нигде. Нет, нигде. И что они? Надежда Васильевна. Пришли они. Пришли и говорят ему. Какие слова не сказали. Ну, кто помнит? Пожалуйста, проси. Чадо, что ты сделал с нами? Я отец твой искал тебя. И он ответил, разве вы им не знаете, я должен быть там, что принадлежит отцу моему. Так, хорошо. Молодец. Так, дети. Вот мы вспомнили историю. И знаем уже то, что Христос в 33 года был разбит. Надежда Васильевна, меня звоните? Да. Немножко внимания. Вот обратите внимание детей на то, чтобы они ценили, что есть. Где-то идет война. Убивают детей, девочек продают на наложнице. Страшно считать даже. Десятилетние. И с ними что делают? У многих убитые родители, брошенные дети в детдомах. Там что делают? Рассказывают страшно. Один из детдомов у нас приходил на занятия. Ужасно. Значит, отсюда у вас должна быть любовь к родителям. Каждый день благодарите Бога, что у вас есть родители, что мирное время. Есть люди, которые родились там, где нет христианства. А вы родились в христианских семьях. Заметьте, у вас все время будет благодарность идти. Цените это. И помните о тех людях, которые беспризорные, в домах инвалидов, больные, родились вот такие парализованные, дауны разные, ума не хватает. На них смотришь, просто нельзя смотреть, чтобы не плакать. А вы здоровенькие, бегайте, прыгайте. Ты помни о них. Мы в лагере проводили такой урок. Вот 10 ребятишек, вот 20 там. Завяжите все глаза. И только у одного будет один глаз оставленный. И посмотрите, как будет. Как перейти через дорогу. Как одному жить. Родственников нету. Чтобы вы как-то вошли в это чувство сострадания. Мы приходим на малину, берем. Какая погода. Какие облака. Господи, сколько слепых людей, которые никогда не видели этого мира. Дети, давайте поблагодарим Бога, чтобы сам своим присутствием Христос ослабил этот гнет на людях. Чтобы люди возблагодарили Бога, чтобы явился Христос, чтобы они уверовали в Него. Тогда Бог умудряет слепых. Слепым тоже можно жить. Кто-то где-то раздавленный, в аварию попал, украли детей. Такое тоже есть. Продают их. Расчленяют там органы, их вырезают и продают другим. Это весь интернет наполнен. Вы целые, здоровые. И опять, давайте поблагодарим Бога. Родители к этому. Приучите детей, чтобы они были благодарны. У них тогда сердце мягче будет. Вот есть те, у которых не на что хлеба купить. Они посылают детей. У нас была одна девочка, Ира. Какой она области, не знаю, здесь была. Она одна с бабушкой. Мать запилась у нее, пьет. И если отец пьет, как говорят, ну уж, ну женщина пьет, никуда не годится. И она сама доет корову. Трехлитровую банку надоет и выходит на трассу в Новосибирск-Барнолу и продает шофера становится. А шофера-то какие? Заврати-ка ее к себе и все. И она продает, чтобы хлебушка купить. Она была у нас в лагере. Она приехала вся зашириша. Научитесь помнить этих людей, которым ни в два, ни в три раза страшнее жить. И она обмякла помаленьку. И стала другая. Другой мальчик приехал, не разговаривает. Я говорю, а что с ним? Ну что с ним? Отец все пропивал. Она пришла и сказала, отец, детей кормить нечего. Ну, прямо тут же убил ее за столом. И на глазах ребенка. И у него такой шок был, что он уже второй год не разговаривает. Ну, он не может говорить. Слышит все, и все время вот такой вот ходит. Но у нас в лагере, он уже его оставил до конца. На втором месяце он вдруг заговорил. Вот что делает Бог. Есть родители наркоманов, пьют. Родители, рассказывайте детям, как они должны ценить вас, верующих родителей. Чтобы молитва детей была переполнена благодарностью. Написано, за все благодарите. И когда это у вас ничего не будет, и тогда благодарите. И когда придет война в эти места, и когда у вас родителей не будет, и тогда благодарите. То есть наполните их речь этими благоуханными словами благодарности. Вот у нас в деревне идут такого родства два мальчика. Я их останавливаю. Вы о чем сейчас разговаривали? Такой вопрос они никак не ожидали. Ну, а что? А вижу, что шли, жестикулировали, громко говорили. Ну, о чем разговаривали? А идут прямо напротив пруда, где первый дом, там матушка. А тут береза растут. Вы идете в тайне великой. Поймите тайну. Вот береза, как называется? Береза. А куда она годна? Ну, береза высокая не берут. Все. Я начал перечислять, как делают из коры туристки, как варят деготь, который обеззараживает и язву лечит. Как веники из нее делают. Это твердое дерево, как черенки, вилы все это делают. Как начали перечислять, да что из корней, вы этого ничего не знаете. А вы идете мимо в тайне. Тайна, таинственный лес. Вы все должны знать. Теперь переведите о том, как они много должны знать. Учиться не на тройку. Даже у тебя, если и таланта нет такого, зубри наизусть. Чтобы ты куда не глянул горы. Видите, места писания о том, правда твоя, как горы Божьи, судьбы бездны великая. Если воскресли со Христом, ищите горнего небесного, где Христос. Почему? Там Христос наш любимый. А горнем помышляете они о земном, и запомните колосянам 3.1.2. Вот вы зашли, и все это увидели, и скорее запомните. У вас память будет расширяться. Ну, надо все время шевелить мозги. Пойдемте, все запели, встаем. Господи, слава тебе, благодарность за все. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Господи, Господи, Господи помилуй. Господи помилуй. Субтитры создавал DimaTorzok Господи помилуй.